Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим о том, какова же роль андроид приложений, ну и в принципе всех мобильных приложений в современном бизнесе и в целом на рынке. Мы поговорим на фоне трех видов бизнеса и потом подведем итог и поймем, на каком же уровне бизнесу необходимо создавать свое мобильное приложение. Итак, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это оперативно, качественно на современных технологиях, вы уже устали изучать статьи и видео в интернете, не видя при этом существенного успеха, вы не понимаете, как правильно изучать андроид разработку, вы уже устали отбирать актуальный материал по андроид разработке, при этом не понимая, что применять, а что уже нет, вы хотите получить стабильную и высокооплачиваемую работу, или, например, вы хотите построить собственный бизнес по заказной разработке, или создавать собственные стартапы в сфере мобильной разработки, вы хотите пройти качественное обучение в личном формате с безлимитным количеством консультаций, или вы хотите, чтобы вас провели от уровня «ничего не понимаю» до собеседования или выхода на рынок мобильной разработки, а также дали советы и рекомендации по старту карьеры, то тогда записывайтесь на обучение по профессии андроид разработчик. Ссылка на сайт, где вы сможете более подробно узнать об обучении, а также связаться со мной, есть в описании к этому видео. Также под видео есть ссылки для связи со мной напрямую. До встречи на обучении! Итак, давайте поговорим о современном бизнесе и о его IT-стороне. То есть, для поддержания бизнеса, что мы можем использовать? В первую очередь, конечно, сайты, либо, ну, на самом деле, создавайте так, сайты. Во втором уровне, допустим, это может быть веб-приложение. Да, что мы можем использовать? Мы можем использовать различные CRM-системы по управлению контентом, по организации какого-то бизнеса. Мы можем в бизнесе использовать, допустим, платформу 1С, это уже в плане бухгалтерии. И, конечно же, мы в современном мире просто, уже просто необходимо использовать мобильные приложения. Когда мы говорим о создании мобильного приложения для бизнеса, то, как правило, всегда мы начинаем, ну, мы, это я говорю со стороны бизнеса, всегда бизнес начинает разработку, использование мобильного приложения со стороны Android. А уж если это все взлетает у нас дело в плане организации бизнеса через мобильное приложение, то тогда и делается мобильное приложение под iOS. И давайте представим, что у нас бизнес по доставке воды в городе Миллионике. То есть есть у нас определенная услуга, это доставка воды. Все просто и понятно. Что нужно в первую очередь для того, чтобы мы могли организовать такой бизнес? Я имею в виду не со стороны вообще бизнеса, я имею в виду со стороны IT-поддержки. То есть, какое нам нужно программное обеспечение. Да, я не буду говорить не про 1С, я не буду говорить про складские учеты. И мы будем говорить с той сферы, которая нам интересна. Конечно же, нужен сайт. То есть, чтобы человек зашел, купить, не знаю, воду, заказать доставку воды в Москве, заказать доставку воды в Ростове, заказать доставку воды в Краснодаре. То есть, вводит в поиск, и Яндекс ему выдает результаты. И нам нужно, чтобы на одном из лидирующих позиций был наш сайт. То есть, по факту, нам нужен сайт, который для нас проведет все оптимизацию. Сайт нужен для того, чтобы мы могли привлекать, собственно, потенциальных клиентов, и чтобы они желательно с нами оставались. Для того, чтобы они с нами оставались, нам, конечно же, нужно качественно доставлять воду, и чтобы вода была высокого качества. То есть, первое очередное, это нужен сайт. Но, когда человек постоянно у нас заказывает воду, и заходить, скажем так, на сайт, возможно, не самая удобная вещь. Но, многие привыкли к вебу, что все-таки удобно это делать. Тем более, сейчас появляются технологии, с помощью которой вы можете при нажатии на одной кнопке, можете установить сайт к себе на телефон, как будто это как мобильное приложение. И разницы не будет. Но технология еще довольно-таки сырая. Но, при этом, мы говорим о том, что неудобно пользоваться сайтом. И намного удобнее, когда вам необходимо заказать воду, просто нажать на иконку, запустить мобильное приложение, и уже, допустим, понятный товар заказать. В данном случае, это определенная марка воды. То есть, как правило, вы зайдете в историю заказов, и повторить нажмете, и снова оформите заказ. То есть, это удобно. Но, когда это удобно? Это удобно, если вы определенной услугой пользуетесь хотя бы раз в неделю, а лучше, несколько раз в неделю. То есть, тут нужно постоянство бизнеса в жизни клиента. То есть, когда, если какой-то бизнес постоянен в вашей жизни, если ваш бизнес постоянен с большой периодичностью в жизни клиента, то для такого бизнеса целесообразно создать мобильное приложение. Идем дальше. Сфера услуг. Барбершоп тот же, либо салон красоты, как удобно. Схема та же, что нужно? Ну, обязательно соцсети. То есть, тут же Инстаграм, да, продажи очень хорошо идут в такой сфере. Обязательно сайт, чтобы также все то же самое в поиске мы могли найти. Да, какие-то чаты, возможно, но при этом нужно мобильное приложение. Схема идентична. На первых этапах нужен сайт для того, чтобы новых клиентов привлечь или соцсети. А мобильное приложение нужно для того, чтобы улучшить сервис с стороны IT. То есть, быстрое взаимодействие с клиентом. То есть, удобная запись с выбором даты, с выбором специалиста. Удобный онлайн-чат с конкретным специалистом. И сбор информации для нас, как администратора барбершопа. Затем, сколько каждый специалист ваш приносит денег. Какими часто услугами пользуются. Ну, там уже такие тонкие настройки. Можно даже различные психологические инструменты по взаимодействию с каждым клиентом устанавливать. Да, и можно делать специальные акции. Ну, и плюс есть возможность у клиентов очень удобно выбрать ту услугу, которую он часто пользуется. То есть, суть та же самая. То есть, на первых этапах нужен сайт для привлечения первоначальных клиентов. А потом, после прогрева такого клиента, для того, чтобы он уже стал у вас постоянным, делать удобный сервис. Этот сервис можно сделать с помощью мобильного приложения. И все то же самое сначала делается под Android. Если мобильным приложением у вас пользуются, пользуются популярностью, классно все это у вас организовано, то можно подумать и про iOS-разработку. Тут, в принципе, идентично с бизнесом доставки воды. Следующий бизнес. Интернет-магазин. То есть, опять же, еще возвращаясь к барбершопу, в том, что тоже важно, чтобы ваш клиент пользовался вашим бизнесом, вашими услугами постоянно и с высокой, скажем так, периодичностью. Ну, тут уже хотя бы раз в месяц, и это уже достаточно. Если в доставке воды хотя бы раз в неделю, здесь уже раз в месяц. Интернет-магазин. Что нужно для того, чтобы продавать товары в сети? Ну, конечно, у вас, наверное, уже есть аккаунт на Авито, да, вот на таких площадках, вы продаете что-то там. Следующим этапом всегда создание сайта. Я более чем уверен, если вы делаете интернет-магазин, у вас не сильно большой бюджет, у вас нет миллионов бюджетов. Вы, как правило, создаете интернет-магазин, либо на системе WordPress, плюс WooCommerce, либо на OpenCart, ну, чаще всего это Bittrex. И когда у вас же есть такое мобильное приложение под интернет-магазином, у вас же сайт есть, у вас уже есть какие-то клиенты, то, конечно же, по логике с предыдущими бизнесами имеет смысл создать мобильное приложение. Но тут давайте поговорим на чистоту. Примерно статистика последних трех месяцев говорит о том, хотя в прошлом году это было еще не так, говорит о том, что мобильное приложение интернет-магазина устанавливают только в том случае, когда делают постоянные покупки. Например, все знают магазин, такую платформу, как Озон. На ней можно часто покупать у разных предпринимателей, у разных магазинов. И там настолько все собрано в одном месте, что многие люди, я в том числе, уже не ходят по другим магазинам, проще зайти в Озон и все заказать, все, что тебе нужно. Опять же, периодичность и постоянство. Если вы найдете клиентов, которые у вас будут только у вас покупать с определенной периодичностью раз в месяц, раз в три месяца какой-то товар, и с кем вы сможете настроить тесную взаимосвязь, то такие мобильные приложения будут пользоваться популярностью. Если человеку нужно пойти в какой-то магазин и заказать себе там джинсы, и у вас магазин, который, ну, скажем, даже регионально продает этот товар, или даже на всю Россию, но вы не, скажем, но вы не монополист, допустим, как та же Ламода, которая очень известна, а у вас небольшой магазин, то ваше мобильное приложение на 90% в случаях не будут скачать вообще. В каких случаях будут 100% скачивать мобильное приложение и делать заказы? Как ни странно, это оптовые продавцы, то есть есть какой-то поставщик, который поставляет, допустим, смартфоны оптом, айфоны, возможно, да, ну, пусть в рамках сложившейся ситуации, допустим, Huawei продает оптом, и вы как мелкий предприниматель в рамках своего регионала, ну, в рамках России, ну, на региональном уровне вы хорошо представлены, вы постоянно покупаете бытовую технику, ну, и вообще мобильные телефоны, и продаете у себя в небольшом магазине. У вас постоянство с одним поставщиком, и тут намного проще делать все это через мобильное приложение. Если вы ищете какой-то там товар, купить там, не знаю, упаковку носков, допустим, или, допустим, чуть-чуть домой там, я не знаю, там, настольную лампу, то, скорее всего, вам проще зайти в Яндекс, бить, купить, возможность у себя в городе и заказать через сайт, либо вообще зайти на Озон, то есть здесь уже не так все это работает. Но если работает, допустим, у нас оптовые продажи, мы продаем оптом, то есть для привлечения клиентов что нужно? Нужно, в первую очередь, сайт, привлекаем клиентов, а потом предлагаем установить мобильное приложение и постоянно заказывать через него, потому что это очень удобно, плюс даем какие-то плюшки. То есть, смотрите, мы рассмотрели с вами три разных, вообще разных вариантов бизнеса. Доставка воды, обслуживание салона красоты Barbershop и интернет-магазины продажи. То есть три разных бизнеса. Везде мы посмотрели, на каких этапах следует вводить мобильное приложение в свой бизнес. Но давайте подведем итог. Востребовано ли, насколько востребованы мобильные приложения? Востребованность очень высокая, можно организовать очень крутой функционал, можно с помощью этого функционала, улучшенного сервиса, удерживать действующих клиентов и приводить даже с помощью этого инструмента по рекомендациям от этих действующих клиентов, новых клиентов и предлагать уникальный функционал. Но нужно понимать, что вот это применение мобильного приложения, ведение мобильного приложения в бизнес, оно начинает вступать на очень высоком уровне. То есть, никогда у вас просто есть сайт или сайта нету, и бах, нужно мобильное приложение. Нет. Мобильное приложение вводится на уровне, когда у вас есть эффективно работающий сайт, который вам приносит постоянных клиентов. У вас есть классная задумка, и у вас есть понимание, как вы реализуете потенциальный функционал своего мобильного приложения. И у вас есть понимание того, как вы будете мотивировать своих клиентов, устанавливать мобильное приложение, какие вы будете предоставлять плюшки и вообще выгоду. И когда у вас есть понимание то, что вам нужно, вы продумываете весь функционал, вы можете задумываться о создании мобильного приложения. То есть мобильное приложение очень востребовано, мобильное приложение очень классно разнообразит и улучшит сервис вашего обслуживания, ну сервис, который вы предлагаете своим клиентам. Но об этом нужно задумываться на очень высоком уровне, то есть на том уровне, когда уже есть работающий сайт, уже все хорошо работает и было бы неплохо выключить мобильное приложение. В этом случае вы очень круто увеличите продажи и прогрейте свою аудиторию максимально. Но нужно, чтобы ваше отношение с вашим потенциальным клиентом было очень тесным и на постоянной основе. Ну а на сегодня у меня все, с вами был проект Mabu. Сейчас уже будут выходить видео один раз в неделю, так как я запустил новый свой проект в рамках веб-разработки и поэтому не всегда есть время на это все делать. Ну а если вы хотите стать андроид-разработчиком, работать на иностранную компанию, либо создавать свои приложения, либо зарабатывать на заказной разработке, то можете прийти ко мне на обучение. Программа все время обновляется, все только актуальное. Если хотите не играть в андроид-разработчик, а не встать, приходите на курс. Пока что я еще обучаю. Ну а на сегодня у меня все, с вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok